Приветствую вас. Смотрите, рационализация нам безусловно нужна и более того, в каких-то моментах необходимо, в каких-то моментах вы вообще не можете никаким образом ее контролировать при наличии у вас развитого интеллекта. То есть это происходит естественно. Естественно, рационализировать положительные и негативные переживания и эмоции в определенной степени. До определенного уровня это все нормально и естественно. Важно, немножко другое. Рационализация, в том числе негативных чувств, мешает проживанию этих самых чувств, мешает их естественной трансформации, естественная обработка вами и естественного получения опыта. Ведь это абсолютно нормальная история для человека, когда ему больно, когда человеку просто больно. Когда человек не пытается что-то объяснить, когда человек не пытается что-то понять, когда человек не пытается найти причину. Рационализация имеет свойство обращаться к прошлому, тогда как переживание и опыт имеют свойство обращаться к будущему. И поэтому рационализировать негативные эмоции, уходить от них разбирать их, я бы сказал, скорее деструктивно, чем позитивно. По крайней мере, с моей точки зрения понятно, что в рамках разных школ есть свой подход, например, психоаналитический подход к графике основан на, по сути, нахождении причин. И когнитивно-поведенческая терапии также работает в этом ключе, включая нахождение причин, включая анализы. Но в рамках своего подхода к психотерапии он меня, скажем так, не совсем приветствует то, о чем вы говорите. Я вижу в этом больше для человека вреда. Вот, и я вижу важность того, чтобы уметь не бежать от боли, не бежать от своих собственных чувств, не бежать от своих собственных переживаний. Вот, я вижу для человека в целом такую жизненную, я бы сказал, заряд в том, чтобы проживать то, что человеку... Ну, то, что у человека болит. Вот, я вижу в этом плюс, я вижу в этом только лишь прийти в хотя, 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 это и, безусловно, порой достаточно болезненно. Это, безусловно, порой достаточно тяжело, это, безусловно, порой довольно-таки проблематично. Ну, дает нам ощущение слабости, ощущение уязвимости, отсутствие контроля, неопределенность, когда нужно полагаться на себя, на свои чувства только лишь. А не на какие-то концепции, на какие-то теории, на какие-то стереотипы. И мне кажется, что вот вы у себя отбираете ровно половину своей жизни и половину жизненной энергии. А половину своей жизненности вы отбираете тем, что вы пытаетесь рационализировать то, что с вами негативного происходит. Ну, и, конечно, игнорируйте в какой-то степени опыт, свой же опыт игнорируйте, в какой-то степени вы не обогащаетесь опытом, потому что, ну, вам снова-снова приходится рационализировать это. И, а что если вы не сможете рационализировать? Что если вы не сможете найти причину? Иногда бывает так, что причин найти нельзя. Иногда бывает так, что нет никаких причин, нет никаких оснований для того, чтобы... Ну, например, обидеть вас, допустим. Ну, допустим. Такое тоже бывает. И никаких разумных объяснений этому нет. И как быть тогда? Тогда анализ бесполезен. И я думаю, я так, по крайней мере думаю, что происходит общая механизация искусственности психологической жизни человека. Вот. Поэтому я думаю, ну, я думаю, примерно так, в принципе. Я думаю. И я думаю, ну, опять же, исключительно вот, что в моих... в моем представлении, вот, в моем подходе, в моем подходе... Такая победа, ну, скорее, в каком-то негативу, вот, не за чем победит. Поэтому... Вы... 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 Молодец. Мне кажется, что... Выдаёт вот такой... Вопрос. Вот. Вот. Но... У меня к вам есть, ааа... Как бы, ну... Встречный... Встречный... Готовы ли вы рассматривать другой подход? К... Ну... К... Своей... К своей жизни? Вот. Готовы ли вы рассматривать... Ээ... Ээ... Другой подход... К... 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 Тому... Ааа... Что происходит... Ну... Ваша жизнь? Там? Что происходит у вас? Там, что происходит с вами? Ээ... Уоооот. И... Готовы ли вы, вот, как-то, ну, в этом направлении двигаться? Потому что, еди, или нет? Ээ... Ээ... какого-либо смысла, он лишён какой-либо практической значимости, вот, к сожалению, для, ну, для вас, для вас, вот, и мне кажется, что он не имеет под собой абсолютно ничего, вот, поэтому я думаю, как-то так можно, наверное, ответить на ваш, на ваш вопрос, с точки зрения, опять же, повторюсь, исключительно только психология, вот, как-то, наверное, как-то, как-то, наверное, так, я думаю, можно ответить вам пример, как-то так, вот, то есть, тут, понятное дело, нет никаких рекомендаций, да, тут, понятное дело, нет никаких строгих каких-то, каких-то рекомендаций, да, потому что, повторюсь, нужно ещё, нужно ещё понять, насколько для вас это позиция, насколько для вас разанализироваться естественно, насколько для вас полезно, просто человек имеет такое свойство, когда он разанализирует, он имеет свойство, чтобы он не от себя заставляет. Условно говоря, вот если прям совсем грубо отвечать на ваши вопросы, то рационализация, как и любая активность человека хороша тогда, когда не задействуется воля, когда не задействуется вот эта вот волевая составляющая, когда человек действует слабо. То есть захотел, рационализировал, захотел, поплакал, захотел, просто попереживал, не объясняю, да, и так далее, потому что ну ведь здесь какая сложность, если вдруг что-то пойдет не так, и если вдруг что-то пойдет не так, то вы же, как мне кажется, вы же просто не будете знать, да, вот, ну, что вам делать. Как мне кажется, опять же, знаете, какая-то вот штука-то, неприятная штука, в чем заключается. Поэтому я и говорю о том, что у вас скорее вот эта вот такая деструктивная составляющая нынешне, вот. То есть вот вы пишите, что я, значит, я всегда поступаю с такой, как-то заниматься, мне помогает, я спел морально с такой, но многие не учащиеся, что я робот. Считалось, что я как будто голодный занят, да, так и вот мы, грустные эмоции. А так ли это? Ну, смотрите, эм, как бы выглядит, опять же, пытается какой-то концептик на себя. Я думаю, что ни один специалист, уважающий себя и вас, вот, не скажет вам однозначно, мощный или нет. Вот. Тут важно подобрать степень, да, то есть, подай, научить вас чувствовать вот эту вот степень, когда это позитивный, когда нет. И обязательно, обязательно другую сторону, другую сферу, вот, ну, сферу вашей психической активности, вот, другую сферу. Обязательно тоже включить в контакт. Если, если этого не сделать, то, мне кажется, что, так или иначе, вы будете чувствовать себя действительно этим самым роботом. вот. Вот. Понимаете? Эм, такой вот ответ. Эм, я почему так много говорю о том, да, вот, что важно вот эту вот найти, эм, грант. Да. Потому что, это является единственным, эм, единственным, эм, эм, для вас, эм, вот, эм, в данный, в текущий момент. Да. То есть, вы на это не обопрётесь. Вы на это не сможете опереть. Вот. Вы не сможете, эм, всегда, эм, использовать, эм, это. Понимаете? Эм, вам придётся, каждый раз, принимать, это всё, принимать, э, э, ну, делать, э, выбор, что вы сноу. Знаете, кастрю. Вот. Эм, эм, и это не всегда бывает. Легко-легко. Этому, э, вот. Эм, такой аспект, я думаю, вам, ну, можно, здесь, эм, зафиксировать. Эм, вот. Это то, что, ну, это то, что я бы, эм, вам ответил. Кстати, вот, ну, в позиции такой. Вот. На этом, собственно говоря, всё. Всё, что я хотел, я, пожалуй, эм, сказал. Больше сказать особо нечего. А вот, ну, нужно, здесь, смотреть, э, что подходит вам, а, больше, что подходит вам лучше, и уже исходя из этого, дальше, э, работать. Я желаю вам удачи, э, я желаю вам всего доброго, я надеюсь, что мой ответ вызовет у вас определённый отклик, э, буду рад, если, э, буду рад, если вы им, э, поделитесь, э, всего вам самого доброго, э, и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!